Серж Нюбре А позже создает собственную федерацию WABBA Начало карьеры Черная пантера родился во французском регионе Гваделупы в 1938 году С Карибских островов он вместе с семьей переехал в пригород Парижа, где окончил школу и сделал первые шаги в спорте Спустя некоторое время Серж Нюбре начал замечать у себя способность к быстрому росту мышц в процессе занятий физическими упражнениями При этом они приобретали идеальную ровную форму Спустя много лет Серж опишет в своей книге о своих физических способностях Следующее Бог одарил меня уникальной способностью к тренировкам, обязывая меня стать чемпионом Поэтому бодибилдинг стал частью всей моей жизни Во избежание призыва в ряды французской армии Серж Нюбре в 1958 году возвращается на родину в Гваделупу С этого момента он решается головой окунуться в жизнь бодибилдинга и сделать его своей профессией Отец в ответ на такое заявление сына протестовал Он был категорически против решения Нюбре Называя при этом бодибилдинг непреспективным видом спорта, который не сможет прокормить его Однако, такие высказывания отца не остановили Сержа перед целью, которую он поставил перед собой С этого момента Серж Нюбре полностью посвящает себя бодибилдингу Через три месяца изнурительных тренировок в Гваделупе он решает принять участие в состязании мистер Гваделупа Который приносит ему первый триумф Через год ему удается повторить свое достижение В 1960 году Серж впервые принимает участие на международной арене На турнире, который был организован Международной федерацией бодибилдинга Он выигрывает в номинации «Самый мускулистый человек в мире» После этой победы Сержа приглашает на съемки фильма «Возвращение титанов» Это было началом его карьеры в кино За всю свою жизнь спортсмен снялся порядка в 25 фильмах и сериалах Известным Серж Нюбре стал благодаря фильму «Качая железо» Только в 1969 году Серж вернулся на сцену бодибилдинга И попытался стать мистером вселенной И завоевал второе место До этого у него были такие случаи В 1972 году спортсмен получил приглашение на Олимпию, где стал третьим В дальнейшем соревнованиях Нюбре также вновь и вновь занимает вторые и третьи места В основном оставаясь в тени Арнольда Швартнегера Справедливости ради можно сказать, что в какой-то момент многие бодибилдеры Посчитали, что победа в Олимпии должна была принадлежать Нюбре Хотя он вновь оказался вторым Сам Нюбре считал, что причины такого решения были политические А именно его участие в порнографических фильмах По другой версии, спортсмена подвел слишком большой вес Ему пришлось соблюдать 12-дневную диету перед конкурсом И к старту он подошел истощенным Получив столько негатива, Серж принял решение покинуть федерацию IFBB, но не бодибилдинг На протяжении пяти лет, в период с 1970 по 1975 года Серж занимал должность вице-президента Всемирной федерации бодибилдинга в Европе В 1976 году организовал Всемирную ассоциацию бодибилдинга и фитнеса Прибывая на должностных постах, Серж не прекращает участвовать в соревнованиях по бодибилдингу В 1984 году он завершает свою профессиональную карьеру спортсмена Прекращает свои выступления, но не бросает свое любимое дело Он работает в сфере бодибилдинга, при этом не забывает поддерживать себя в надлежащей физической форме Безо всякого сомнения, Серж Небре один из величайших культуристов 20 века С ним рядом можно поставить Арнольда Швартнегера и многих других спортсменов этой эпохи Я лично мог бы поставить Сержа Оливу За долгое время своей жизни он реализовал себя в различных сферах деятельности Тем самым доказав всем окружающим, что телеустремленный человек достигнет своей цели При этом всесторонне развиваясь Спортсмен продолжал заниматься бодибилдингом и в 80-х и в 90-х годах Он выступал на профессиональных шоу и проводил семинары Последний раз Серж выступил с гостевым позированием в 65 лет Его форма на тот момент была невероятна Антропеометрические данные Сержа Небре Рост 183 см Вес 96 кг Бицепс 55 см Грудь 145 см Талия 70 см Бедро 69 см Голень 49 см